Да, начинали мы многие проекты. За какие-то я даже на себя беру ответственность, что не доработано что-то. Но то, что касается проблем и то, что касается решенных задач, задача была вообще пытаться входить во многие проекты, в гранты, чтобы на территории района что-то реализовывалось, решалось. Ну, как в частности, да, мы по чистой воде. Пришлось практически дорабатывать этот проект нам с Натальей Юрьевной в очень тесной связке еще и летом, и осенью, когда мы должны были собрать все необходимые документы для того, чтобы участвовать в федеральном проекте по чистой воде. Это все-таки сто с лишним миллионов. Это такая сумма поселок, который первый был выбран, Преображенко. Следом, так получилось, что Красная Поляна у нас заявилась. Ну, и существует много таких нюансов, когда нужно было сделать изыскание, проект, предусмотреть там и санитарные зоны и все. Ну, были те моменты, когда мы реально споткнулись о том, что у нас одна из фирм, которая не Красноярская по 44-му закону выиграла у нас торги и, в общем-то, немножко нас подставила. Ну, пришлось где-то доходить до скандала и пообещать им, что мы прилетим туда и будем сидеть, пока они нам все не переделают. Но, тем не менее, помог нам Сергей Александрович Попов в том плане, что просто тоже как бы отслеживать вместе со всеми, где-то помогать, чтобы все, нигде не был нарушен закон, то есть ни в чем, ни в сроках, но просто, чтобы мы все шли. И вот Наталья Юрьевна, уже потом успешно знаю, и все это у нас получилось, и плюс Красная Поляна сейчас заходит, я думаю, Наталья Юрьевна, если вы позволите, да. Ну, да, то, что касается Преображенки, действительно, очень долго мы работали с проектом, мы проходили государственную экспертизу. Проект на сегодняшний день стоит 106 миллионов рублей. Это федеральный национальный проект, денежные средства, это федерального бюджета, то есть прекрасно понимаете, какая у нас будет за него ответственность, какие из нас будут спрашивать результаты этих работ. Мало того, курировать этот проект будет даже не наше управление капитального строительства и не краевое, а есть строительный контроль, который при Министерстве строительства Российской Федерации. То есть там курирование идет серьезно с Федерацией, так как средства тоже немаловажны. На сегодняшний день мы работаем с Министерством строительства Красноярского края Федерации, мы дорабатываем этот проект еще до конца, потому что есть еще небольшие замечания по нему. Мы также работаем с жителями поселка Преображенский, потому что они там проживают, они знают, где какие должны быть скважины, где какой должен быть дебит воды, то есть там тоже оказывается помощь населением. Ну и у нас торговаться будет управление капитального строительства Красноярск и через агентство государственного заказа тоже через Красноярск. То есть мы будем являться заказчиками работ, при том даже не Преображенский сельский совет, а администрация Назаровского района в лице муниципального казенного учреждения служба заказчик Назаровского района. То есть, соответственно, с нас ответственности никто не снимает и мы контролировать будем весь этот процесс строительства вместе с Министерством строительства Красноярского края Российской Федерации. То, что касается проекта по чистой воде и красной поляной, мы точно так же зашли с проектом в экспертизу. То есть пока не можем еще точно сказать, никакая сумма будет, никогда будет закончена в государственной экспертизе, потому что там отрабатывают проектировщики. По этому проекту у нас заказчиком на изготовление проекта был ЦРКК, то есть это требование Министерства ЖКХ нашего Красноярского края. И в дальнейшем мы уже будем отрабатывать, на следующий год пытаться входить точно так же в федеральный национальный проект по данному проекту в Красной Поляне. Но мы понимаем прекрасно, что у нас будут закрыты только большие населенные пункты, потому что сумма денежных средств по водоочистному сооружению больше 100 миллионов рублей. А маленькие населенные пункты, где тоже, к сожалению, качество воды не соответствует каким-то нормативам, мы закрыть не можем. Но мы сейчас отрабатываем один из вариантов, точно так же мы уже обращались в законодательное собрание по поводу выделения нам дополнительных денежных средств. То есть есть такие модульные установки для очистки воды на небольших территориях и стоят они на сегодняшний день 3-3,5 миллиона рублей, которые так как модульные не требуют особого проекта. То есть мы написали два обращения, это в законодательное собрание и попытались еще попросить содействия у СУЭК, потому что у нас на территории нашей есть присутствие данного градообразующего предприятия. И поэтому пытаемся с ними поработать и законодательным собранием, то есть да, есть у нас и такие тоже проблемы на территории.